Здравствуйте! В эфире программа «Про здоровье» и я, Раиса Киян. Сегодня у нас в студии заведующей инфекционным отделением врач-инфекционист Киян Светлана Ильинична. Здравствуйте, Светлана Ильинична! Здравствуйте! Светлана Ильинична, Вы работали с ковидными пациентами. Сейчас Вы работаете с чистой инфекцией. Расскажите нам про это и с какими заболеваниями Вы сейчас работаете? Ну, мы действительно работали 2,5 года на ковиде. Лечили ковидных пациентов, взрослых и детей. А вот с 1 ноября мы работаем уже с чистой инфекцией. У нас отделение рассчитано на 75 коек. У нас лежат дети и взрослые. Больше, конечно, поступают детей. И люди сейчас лежат с различными вирусными инфекциями. Потому что и погода к этому располагает, и скучность населения. Отделение наше сейчас заполнено, переполнено, скажем так. И лежат люди с различной инфекцией. Сколько сейчас у Вас пациентов находится в отделении? На сегодняшний день у нас 95 человек на 75 коеках. Это перебор. По сообщению Роспотребнадзора сейчас выявляется сезонный грипп А. Что это вообще за такой вирус? Выявляете ли Вы такой грипп у Ваших пациентов? У каждого пациента, поступившего к нам в инфекционное отделение, мы берем мазки на ПЦР, вирус комплекс УРВИ. И мы видим, что сейчас выделяется и аденовирусная инфекция. Также выделяется... Мы берем тесты на ковид. Бывают, что и ковид положительный. И также мы выделяем грипп А. Грипп А не в таких больших количествах. Есть еще и грипп Б. Но чаще всего у нас сейчас проходит вирус гриппа А. Ну, что такое вирус гриппа А? По-другому его называют еще свиной грипп. Я немножко сейчас войду в историю, потому что когда появился этот вирус? В 2010 году вирус от свиней перешел к человеку. И тогда, если Вы все помните, началась пандемия свиного гриппа по всему миру. В России он зарегистрирован был в июне месяце и закончился в декабре. Первыми пациентами вируса гриппа – это были люди, которые привезли его с Испании и Соединенных Штатов. Сейчас, в настоящее время, свиной грипп является сезонным заболеванием. Ну, практически так же, как и ковид, который из пандемии перешел в сезонное заболевание. Какие симптомы у гриппа А в первую очередь? Выраженный симптом – это интоксикционный. То есть человек заболевает в течение нескольких часов, ну, инкубационный период от 3 до 4 дней. Максимально до 5 дней. Это резкий подъем температуры, головная боль именно в лобной части, над бромными дугами. Это сильная слабость, першение в горле, покашливание. И самое главное – это ломота в суставах и мышцах. То есть если человек увидел, вернее, почувствовал вот такие симптомы, то ему не нужно никуда выходить в какие-то общественные места, надо находиться дома и обратиться, соответственно, к врачу. Самолечением заниматься не нужно. Вирус гриппа А, как и любой вирус, он обладает очень большой вирусностью. То есть заражение происходит в течение 3 дней, но вирусы развиваются в организме человека очень быстро. За каких-то несколько часов может быть тысяча вирусных частиц, которые человек выбрасывает в окружающую среду при кашле, при насморке, тем самым заражая других окружающих. Поэтому, чтобы уберечь окружающих и близких, нужно находиться дома. Все те симптомы, которые Вы сейчас назвали, очень похожи с симптомами ковида, с омикроном. То есть может ли пациент перепутать омикрон и грипп? Или есть что-то такие различия? Не совсем они похожи, потому что омикрон, он протекает, может протекать и бессимптомно. Только слабости, температура 37,2, 37,5 в первые сутки, а потом температура уходит. А здесь выраженный очень большой интоксикационный синдром. И при гриппе очень опасна заболеваемость у детей до 2 лет. А также у лиц старше 65 и страдающими хроническими заболеваниями, это сердечными заболеваниями, сахарным диабетом и неврологической какой-нибудь симптоматикой. Потому что грипп очень сильно действует на сердечный мускулар, вирус гриппа. Его токсин действует на сердечную мускулатуру, вызывая тем самым миокартиты, а также вызывая вегетативные синдромы. Это главные боли, это слабость, это вялость. Помимо этого грипп поражает еще и кишечник. У людей возникает функциональное расстройство кишечника, диарея, рвоты. То есть здесь выраженный интоксикационный синдром. А омикрон, он у нас есть, ковид есть. Вот что было самое интересное, 2,5 года был ковид, а вируса гриппа и других заболеваний вирусных не было. Потому что мы брали мазки, мы это видели, что никаких вирусов не обнаружено, гриппа не было, ушел ковид, ну то есть спад пошел ковида, и появились вирусы многообразные и, соответственно, грипп. Парадокс какой-то. Вот да, мы сейчас с вами заговорили о ковиде, да, вообще, в принципе, об этой страшной, на самом деле, инфекции. Все-таки ковид, как вы уже раньше говорили, что ковид перешел в разряд сезонных болезней. Но что же делать, если пациент заболел все-таки ковидом? Куда ему стоит обращаться и как лечиться? В первую очередь, если человек чувствует, что он заболел вирусной инфекцией, нужно, необходимо просто обратиться к врачу, не появляться в общественных местах и не ходить на работу, соответственно, обратиться к врачу, и врач уже определит. То есть любой врач владеет методикой теста, так же, как и все, тесты на ковид. Если тест положительный, то есть состояние не тяжелое, состояние легкой или средней степени тяжести, то больному предлагается больничный лист, и он находится дома под наблюдением, контролем участкового терапевта. Если состояние тяжелое, а если еще люди пожилого возраста, то здесь уже госпитализация. Беременные женщины, по приказу, госпитализируются, если нет у них патологии во время беременности, то они госпитализируются в любое инфекционное отделение территориально. Сколько сейчас у вас находится пациентов? Чего больше? Взрослых или детей? В данный момент у нас больше, конечно, детей. Потому что это действительно родители, когда ребенок в температуре первый день 39-40, естественно, родители пугаются, да и потом мало ли какие могут быть осложнения. Я еще не сказала, что осложнение при гриппе – это пневмония. Она бывает и первичная, бывает и вторичная. Первичная – это именно гриппозная вирусная пневмония, вирусная пневмония, а вторичная – это присоединение уже бактериальной флоры к этой пневмонии. Опасная пневмония детям до 2 лет, потому что иммунитет еще слабенький. И также у людей с иммунодефицитом старше 65 лет и с патологией сахарного диабета, сердечной сосудистой патологией, постинфарктные кардиосклерозы. Вот этим пациентам необходимо каждый год в целях профилактики в осенний период делать все-таки вакцину от гриппа, прививку от гриппа. Вот давайте сейчас поговорим как раз про меры профилактики и, соответственно, про прививки. Кому стоит прививаться? Не только, конечно же, от гриппа, но и от ковида. Кому стоит прививаться? И почему все-таки стоит прививаться? Начнем с тональных мер профилактики, когда люди ходят на работу в общественные места в период сезона заболеваемости, подъем заболеваемости, хотя еще порога не было, не перешли порог. Необходимо, конечно, в общественных местах одевать все-таки маски. Потому что, как я уже сказала, вирус гриппа очень быстро распространяется, и он, например, на 2,5 метра от человека, он может при кашле и наспорке заразить других. Это первое. Второе. Придя домой, обязательно помойте руки, умойте лицо. Потому что все-таки скопление вирусов также бывает и на одежде, и на лице, и на руках. Обязательно нужно мыть руки, зайдя домой после улицы. И когда, если вдруг вы заболели, старайтесь оградить своих близких, оградитесь от них, потому что поберегите здоровье своих близких. Это первый простой такой метод. А самое главное, необходимо все-таки прививаться от гриппа. Сезонные прививки – это осенью чаще всего, для того, чтобы иммунитет как раз перед, допустим, перед заболеванием, перед периодом заболеваемости гриппа. Нужно обязательно вакцинироваться детям до 2 лет. Прививки начинаются с 6 месяцев. И взрослым с различными, это обязательное условие с различными, как я уже называла, патологиями. Ну и, соответственно, обычным гражданам, и молодым, и подросткам, необходимо также вакцинироваться от гриппа. Вакцину от корреля тоже необходимо делать именно этим людям пожилого возраста, потому что иммунитет ослабленный. Но рекомендуется вакцину от гриппа, прививку от гриппа, делать через полгода после вакцины от ковида. Многие говорят, что вот я сделал прививку и заболел тем же самым ковидом. Разве эти миф? Правда это или нет, что после прививки можно заболеть? Это, конечно, неправда, потому что человек, когда сделав эту прививку, он уже находился в инкубационном периоде и тем самым он уже, скажем так, заболевал. Просто нужно было время для того, чтобы появились какие-то признаки болезни. То есть, получается, он сделал прививку, а в этот день он уже был больным. Все понятно. И мы с вами поговорили про тому, кому нужно все-таки прививаться от ковида. Вы сказали, кому нужно прививаться от гриппа, но кому нужно прививаться от ковида все-таки. Людям старше 65 лет. И также у которых есть хронические заболевания. Это сахарный диабет, это заболевания сердечно-засудистой системы. Светлана Ильинична, спасибо вам огромное за столь приятную и полезную беседу. Спасибо вам большое за приглашение. Ну, а с вами была программа про здоровье. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова